Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И сегодня мы решили встретиться на летней веранде кафе «Старый парк» для того, чтобы рассказать вам обо всем самом интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. За что я люблю это место, так это затихий, спокойный парк. Всегда можно пройтись, в уединении подумать, помечтать. Так уж и всегда. Ты не была здесь в эти выходные? Нет, не была. Так вот, в эти выходные здесь не то что спокойно подумать, а пройти из одного конца парка в другой было достаточно сложно. Причиной такого нешуточного наплыва народа стал уже традиционный областной фестиваль «Восемья». В этом году организаторы решили объединить его с Днем защиты детей и устроить настоящий праздник для малышей и их родителей. Здесь каждый мог найти себе развлечение по вкусу. Надувные батуты, танцплощадка для самых маленьких и, конечно же, огромное количество конкурсов. Тут ты как сумма борьба. Тут надеваешь костюм и дерешь своим соперникам. Тот смысл в том, чтобы повалить соперника и самому стоять на ногах. У тебя получилось? Ты выиграл? Один раз да, один раз нет. Были здесь и менее экстремальные семейные конкурсы, в которых свои таланты и творческую фантазию могли проявить родители. Так в конкурсе на самый оригинальный тюнинг коляски малыши выступали в роли неотъемлемой части композиции, созданной заботливыми руками родителей. Хотелось, во-первых, сделать такой яркий, броский проект. Мы посоветовались с сестрой, конечно, она очень мне помогала. В основном даже, ну, она, я так принимала участие, так как у меня маленький ребенок грудной. Вот. И была идея такая создать пасть льва, и как будто он держит своего детеныша внутри. Ну, тем самым проявляя заботу о нем. Помимо развлечений, родителям на этом празднике было предложено ознакомиться с действительно важной информацией. Для родителей здесь есть консультационные пункты, где они могли бы узнать, какие есть программы для семей, особенно для молодых, какие социальные защиты направления, здравоохранение. То есть, возможности очень большие. Еще одна площадка, на которой в форме развлечений для родителей и их детей доводилась полезная информация, была организована сотрудниками дорожной полиции. Здесь дети соревновались в умении управлять велосипедом, в знании правил дорожного движения, и впервые в этом году была открыта станция «Пристегнись». Ее участниками становились заботливые родители. Мы здесь не узнаем у них правила, мы им рассказываем, объясняем. И вот, как показала практика, эта станция пользуется успехом. То есть, родители интересуются, родители сами подходят и спрашивают, вот моему ребенку сейчас три года, а что дальше, как мне обеспечить правильную его безопасность. Причем интересуются именно, действительно, как обеспечить безопасность и какое место в автомобиле самое безопасное, а не то, что мне нужно купить для того, чтобы ко мне не приставали инспектора ДПС. Конечно, полезно. Очень многие не знают, действительно, куда нужно сажать ребенка, где безопаснее. Поэтому все это молодцы, что сделали. Сотрудники ГИБДД с радостью отметили высокий уровень знаний правил дорожного движения детьми. Они связывают это с добросовестной работой педагогов и родителей. Да, мы все знаем. Даже нас контролируют. Идем с ним, говорят, бабушка, ты неправильно переходишь. Надо идти на зеленый свет. Иногда бежишь так, ну на красной машине, нет, бежишь. Контролируют и обязательно делают замечания. Не разрешают разговаривать по телефону во время движения. Кстати, многих пап и мам сотрудники дорожной полиции уже знают в лицо, так как те постоянно посещают организуемые акции. В целом, праздник удался на славу, ведь организаторам удалось сделать его и веселым, и информативным. Да, наверное, дети получили массу удовольствия от этого праздника. Да, но еще больше удовольствия, я думаю, получили взрослые, которым удалось накануне побывать на самой рекламной ночи в году. Кто бы мог подумать, что рекламные ролики можно смотреть на протяжении целой ночи. Да не просто смотреть, потому что приходится, а потому что это действительно интересно. Оказывается, такое возможно, но только один раз в году, в ночь пожирателей рекламы. Ведь здесь перед зрителями демонстрируется не просто реклама, а подборка роликов из частной коллекции француза Жанны-Марии Бурсико. Идея этого проекта родилась у него в конце 70-х годов прошлого века, ну а увлечение рекламой началось гораздо раньше. Когда мы только принимали продюсер, нам только передавали 20 лет назад этот проект, нам рассказывали, что весь владелец, который, будучи маленьким мальчиком, нашел рекламный ролик на кинопленке, на помойке около кинотеатра, потому что его отрезали. Это был тот ролик, который шел перед показыванием фильма, потом его выбросили. Это послужило началом его коллекции. С тех пор много воды утекло, ну а проект французского любителя рекламы стал популярен во всем мире. Не обошел он и наш город. Последняя весенняя ночь, плавно перешедшая в первую летнюю, ознаменовалась показом части коллекции Жанны-Марии Бурсико и в Рязани. На этот раз действие проходило в кинотеатре «Пять звезд» в торгово-развлекательном центре М5 Мол. И, как всегда, ночь пожирателей рекламы стала не просто показом интересных и необычных рекламных роликов, но и масштабным культурным событием. Праздник начинался задолго до входа в кинозал. Фотосессия, розыгрыш призов, показ коллекции Анастасии Кассе. Ну а потом наслаждение настоящим искусством, искусством качественной рекламы, которая пока, к сожалению, недоступна массовому российскому зрителю. А вообще, мне кажется, что летние дни и даже ночи все-таки лучше проводить где-нибудь на природе, а не в душном помещении кинотеатра. Я с тобой абсолютно согласна. Но при этом надо учитывать, что, собираясь на пикник, к делу надо подходить с умом. С наступлением долгожданного лета пришла пора так любимых горожанами выездов на пикники. И у каждого человека, пожалуй, свой список того, что необходимо, чтобы выезд на природу удался. У нас не совершенно... Ну, какие-нибудь приправы, соуса, кетчуп, майонез, что-нибудь горячительное. И хорошая компания. Что может быть приятнее аромата мяса, которое жарится на костре? Мало того, что шашлык – это невероятно вкусно, это еще и совершенно безвредно для тех, кто следит за собственным здоровьем. Шашлык можно отнести к диетическим продуктам, так как это мясо жарится не на газу, в масле, а оно печется в собственной хрустящей корочке. И у людей, у которых есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, достаточно просто эту корочку срезать. И это мясо, которое само по себе томило собственному соку, оно очень полезно. То есть и у людей, у которых снижен гемоглобин, то есть, да, мясо полезно на любое. У свинины, там, говядины, также сюда можно отнести и курицу, чем диетический продукт. Ну, и для любителей рыбы, пожалуйста, также можно приготовить шашлык. Сейчас супермаркеты предоставляют занятым и вечно спешащим горожанам широкий выбор уже готового шашлыка. Курина из говядины, в уксусе или в майонезе. Вам нужно только нанизать готовый продукт на шампур, поддержать на костром и наслаждаться. Но если все же вы решили самостоятельно замариновать мясо, тут главное не ошибиться с выбором продукта. Мясо не должно быть замороженным, так как оно теряет все свои питательные вещества. Но и также хотелось бы отметить, что нельзя использовать мясо только что освеженной туши. Оно должно быть не паровое, а немного полежать в холодильнике. Такое мясо храняет все полезные вещества. Покупатель, ну как может, по цвету может определить, по запаху. Какой запах, по цвету свежего мяса, какой у них свежего? Ну свежее мясо, оно молоком пахнет. Итак, с главным блюдом на пикник определились. Не забудьте захватить с собой кетчуп. Оказывается, он не только подчеркивает вкус мяса, но и приносит пользу. Кетчуп сам по себе полезен, потому что содержит большое количество процентов томатной пасты. Это очень полезно, там большое количество витаминов. Но производители добавляют большое количество сахара, и у людей с гиабетом это, конечно, вредно. Поэтому желательно, чтобы люди обращали внимание на изготовитель, да, состав. Чем меньше там содержится ингредиентов и добавлений, то тем он полезен. Достаточно эта паста, специи и кислота. Поэтому, выбирая соус к шашлыку, внимательно читайте упаковку. Хороший кетчуп, он должен не содержать консервантов, а все более натуральные продукты. И снова хорошие новости. Мясо с овощами – прекрасное блюдо для тех, кто следит за фигурой. Можно порекомендовать людям, которые хотят похудеть. То есть никакого гарнира сюда не требуется. Овощи вместе с мясом хорошо усваиваются. И хотя пикник – это единение с природой и прикосновение к первобытным традициям предков, современному человеку все же требуется хотя бы минимальный комфорт. В магазинах сегодня широкий ассортимент различных приспособлений для жарки мяса. Одних мангалов с десяток видов, кому какой покажется удобнее. Можно с собой захватить и раскладные столики со стульями, и даже палатку. А чтобы не пришлось искать дрова и долго их разжигать, супермаркеты давно снабжают любителей отдыха на природе древесным углем. Так что не упускайте момента. Пока погода радует, спешите за город. И приятного вам аппетита! А еще летом хочется чувствовать себя королевой. Выглядеть всегда прекрасно, свежо, привлекательно. Да, и тем, кто любит ухаживать за собой и за своей кожей, может понравиться новая процедура в салоне красоты Византии. Говорят, что красота спасет мир. Ну а чтобы оставаться красивой как можно дольше, появляются все новые процедуры, способные продлить молодость. В их числе электропорация. Этот метод был создан как аналог мезотерапии, пока еще не слишком распространен, особенно в нашем городе. Однако появляется и в Рязани специальная аппаратура, которая делает возможным заметное омоложение кожи без инъекций. Так в салоне красоты Византии, в числе прочих косметических процедур, теперь вам могут предложить и электропорацию. Электропорация представляет собой введение гиалуроновой кислоты, витаминов, микроэлементов, дерму. Это безыгольная процедура, которая безболезненная и без всяких других побочных эффектов, которые присутствуют в мезотерапии. Например, многие пациенты отказываются от нее, потому что боль, микротравмы, которые после нее остаются, отказываются от нее, и мы пришли к такой, к новой процедуре, вот этой электропорации. Преимущество этой процедуры в том, что она абсолютно безболезненна, а результат от нее виден уже после первого посещения косметолога. Механизм воздействия на кожу абсолютно понятен, и косметолог с легкостью может объяснить, почему уже после первой процедуры ваша кожа станет более свежей и подтянутой. Под воздействием импульсов тока раскрываются поры, они очень-очень маленькие, и срок жизни их тоже очень мал, от нескольких микросекунд до секунды. И вот в этот момент проникает крупная молекула гиалуроновой кислоты в кожу и начинает там работать. Это, в первую очередь, который необходим к коже, это естественный увлажнитель, который работает на то, чтобы получили мы тургор кожи, омолодили ее, и в первую очередь насыщает влагой. Эта процедура показана женщинам после 30 лет. Именно в это время появляются первые морщинки. Но также она может применяться как подготовка к пластической операции или реабилитация после. Однако у нее есть и противопоказания. Это сахарный диабет, гипертермия, какие-то воспалительно острые заболевания кожи. Все это мы обязательно накануне обсуждаем, выявляем, и если это имеется, то, естественно, отговариваем клиента от этой процедуры. Но, слава богу, в основном наши пациентки, наши женщины довольно-таки хорошо поддаются и хорошо переносят ее. Анна на этой процедуре впервые, но положительный эффект она ощутила сразу. Кожа такая увлажненная, все равно чувствуется некое обновление такое приятное на коже. Думаю, что дальше еще продолжу делать эту процедуру. Думаю, дальше будет лучше. Для лучшего результата, конечно, потребуется курс из 6-12 процедур. Кстати, электропорация предназначена не только для кожи лица, но и тела. Так что с ее помощью вы можете бороться, в том числе и с целлюлитом. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в Калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И ты, как всегда, загружен работой. Документы, звонки, отчеты. Опять звонки. Пора бы сделать и перерыв. Оторваться от бумаг и посмотреть на что-нибудь приятное. На собственного ребенка, к примеру. Ну, или на собственную машину. Что, что-то не так? С ребенком или с машиной? Ага, ты все-таки вспомнил. Детское сидение. То, чего так давно не хватало твоему автомобилю. Ну и твоему спокойствию получается.